Жорж Пьер Сера вошел в историю как художник-основатель нового художественного движения. Иногда их называют постимпрессионистами, иногда, и это более точно, их называют пуантилистами. Картина «Цирк» — это одна из программных картин этого движения. Пуантилизм от французского слова «точка». Действительно, если присмотреться к этой картине, то можно заметить, что она написана не мазками кисти, а многочисленными точками разных цветов, которые на расстоянии сливаются в образы предмета. Возникает вопрос, почему пуантилисты писали точками? К счастью, ответить на этот вопрос достаточно просто, потому что один из ближайших друзей и соратников Жоржа Сера, художник по имени Синьяк, написал развернутое произведение «Манифест постимпрессионистов», в которых он объясняет достаточно прозрачно их художную позицию. Дальше будет сложная информация, я прошу вас сосредоточиться. В основу своей художественной концепции пуантилисты положили исследование нескольких современных и французских физиков в области смешивания цветов. Дело в том, что, как вы знаете, некоторые цвета получаются путем смешивания между собой других цветов. Соответственно, те цвета, которые получаются в итоге, называют дополнительными цветами, те цвета, которые смешивают, называют основными цветами. И вот физики современным пуантилистам показали, что существуют две модели смешивания цветов. Одна модель, так называемая, аддитивная. Это когда цвета смешиваются в человеческом глазу, то есть световые волны, которые приходят в наш глаз, смешиваются между собой визуально. Вторая модель называется субтрактивная. Это когда мы, например, смешиваем красители на палитре, так как делают художники, смешивая на палитре разные краски. Как вы понимаете, художники до пуантилистов пользовались именно субтрактивной моделью. Бирали несколько красок, смешивали, получали нужный тон. Но пуантилисты заявили о том, что для человеческого глаза гораздо логичнее, приятнее и привычнее воспринимать цвета именно по аддитивной модели. Потому что мы ведь смотрим на предмет, они же именно у нас в глазу смешиваются. Поэтому на своих картинах они использовали именно эту модель, изображая разные точки, которые не пересекаются на самом деле на картине между собой, но на большом расстоянии в человеческом глазу смешиваются, сливаются, таким образом образовываются нужные нам цвета. Это, как заявляли постимпенсионисты, приятнее. Это позволяет получать такие цветовые оттенки, которые невозможно достичь, смешивая краски на палитре. Кроме того, такая техника написания картин диктовала еще и определенную логику распределения цветов. Пуантилисты говорили о том, что человеческому глазу привычно рядом с основным цветом всегда видеть два дополнительных. Поэтому каждый раз, когда на картине постимпенсиониста появляется один из трех основных цветов, а это красный, зеленый и синий, рядом с ним должен появляться один, а лучше два дополнительных цвета. Это голубой, фиолетовый и желтый. Кстати говоря, та же самая логика применима и к геометрическим фигурам. Если вы посмотрите картине цирк, то увидите, что она построена как сочетание прямых и изогнутых линий. Теория интересная, теория последовательная. Увы, на примере постимпенсионистов мы лишний раз можем убедиться, что невозможно создать великое искусство, исходя отсюда. Оно должно идти отсюда. Действительно, построенные по правилам физики и психологии выверенные, точно рассчитанные картины постимпенсионистов в основном оставляют равнодушными. Они не вызывают эмоционального отклика. Да, конечно, с точки зрения истории искусства это интересно, но, к сожалению, работы постимпенсионистов со временем были забыты и остались лишь в музеях как напоминание о тупиковой ветве развития искусства в XX веке. Субтитры создавал DimaTorzok